Девушки отдыхают Там ведь все так для галочки. А у нас любовь, мы живем вместе. Зарегистрировать отношения всегда успеем. Но иногда можно и не успеть. Интересно, мальчик, в чем водить, сэр? Ну вот, извините, ну вот как вы можете воспитывать несовершеннолетнюю девочку? Вот скажите мне. Своих заведите и воспитывайте. А уж я пока жива, буду воспитывать девочек. Как родной тете и законному опекуну двух сирот исполнять свои обязанности, если родная бабушка опекаемых детей не пускает ее в квартиру к племянницам. Она ни одного дня не работала. Она все время занималась или наркотой, или еще чем-то, или сидела. Все мы родом из детства, так сказал один классик. Но большинство родителей зачастую не задумывается о том, что посеянное в детстве может дать будущим страшные плоды. Оставайтесь с нами. Истец Алина Константинова жила с мужчиной без регистрации брака. Теперь хочет поделить с ним имущество. Ответчик Альберт Козлов считает, что у них с истцом нет совместно нажитого имущества. Добрый день, Ваша честь. С ответчиком Козловым Альбертом мы проживали гражданским браком два года. Вместе вели совместное хозяйство. Альберт проживал у меня в квартире. И, соответственно, вместе мы отдыхали. Я планировала какую-то семью, потому что мы говорили о свадьбе. И, собственно говоря, в какой-то момент я узнаю, что Альберт не изменяет. Соответственно, я не могу не смотреть вообще никаких общих дел с ним больше иметь не хочу, не желаю. Но суть вся в том, что за время нашего гражданского брака, вот этих двух лет... Простите, пожалуйста, истец, давайте, поскольку вы в суде, вы будете употреблять корректное выражение. Я вам предлагаю на выбор два. Либо вы называете это сожительством, так как у нас написано это в законе, либо вы это называете фактическими брачными отношениями по вашему выбору, потому что в законе понятие гражданский брак не предусмотрено. Хорошо, Ваша честь. Что вам больше нравится? Сожительство. Сожительство, пожалуйста. То есть мы два года во время нашего сожительства, в течение этих двух лет, мы решили оформить два кредита. Кредиты мы решили оформить на меня, один на 500 тысяч, и второй на 200 тысяч. Первый кредит на 500 тысяч мы планировали взять автомобиль, приобрести, и Альберт настоял на том, чтобы мы автомобиль оформили на него. Но кредит мы взяли на меня, оформили. То есть сейчас Альберт, собственно говоря, сюда тоже приехал на этом автомобиле. Я плачу по кредиту. Это первый кредит. Второй кредит 200 тысяч мы потратили на отдых в Таиланде. Тоже совместно. Собственно говоря, 100 тысяч мы погасили из этих совместных кредитов. То есть 500 плюс 200 это 700. И у нас остается 600 тысяч совместных кредитов, которые оформлены на меня. Соответственно, я прошу 600 этих тысяч разделить на двоих по 300, и автомобиль, который сейчас в собственности Альберта поделить, тоже, соответственно, пополам. Будьте добры, пожалуйста. Мне необходимы ваши договоры с банками. И у вас есть договор о купле-продаже автотранспортного средства, да? Да. Скажите, пожалуйста, автомашине уже сколько лет? Автомашину мы недавно приобрели, еще года нет. Еще нет года, да. Пожалуйста, через судебную... Оставайтесь на месте, пожалуйста. Стоимость автотранспортного средства, скажите, сколько стоит автомобиль? А 890 тысяч. 890 тысяч. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Да, что я могу сказать? Просто спали вместе. Интересно, она тут придумывает какие-то отношения. Какие могут быть отношения, я вообще не могу понять. Потом, ну, ездили мы в Тай там вместе. Ну, хорошо, ну, у меня были свои деньги, я тратил свои деньги. Так она еще подругу с собой притащила, на которую я должен был тратиться. И вообще, сожители. Что это такое сожители? У меня там вот было, одновременно с ней еще было, ну, к девушке. Я с ними тоже спал. Ну и что? Скажите, пожалуйста, истец утверждает, что вы проживали в одной квартире совместно. Это так отвечает? Нет, интересно. Два года подряд, между прочим. Я приезжал в гости и оставался у нее дома. Что значит, что я оставался у нее в квартире? Если я пришел к человеку и задержался у нее на неделю там, да, с девушкой, там я там с ней сплю. Интересно, у меня свидетель есть. Потому что я уже с ней сожитель, я просто не понимаю. Ответчик, ответчик, дайте еще раз. Истец считает, что у вас было сожительство, был единый бюджет, вы проживали совместно в одной квартире и вели единое хозяйство. Вы утверждаете противоположно, вы не отрицаете того обстоятельства, что у вас с ССО были взаимоотношения, но этим взаимоотношениям вы даете другую оценку. Но, ответчик, есть документы. Документы говорят о следующем. Да, автотранспортное средство приобретено на ваше имя, но при этом первый износ за автотранспортное средство совпадает ровно с теми деньгами, которые были оформлены в качестве кредита по кредитному договору с ССО. Ну, вот согласитесь, я же не могу поверить в это чудо. Я сейчас объясню, я вам сейчас... Да, пожалуйста, объясните. Наши счеты, правильно? Я тогда брал деньги, отдавал ей, тоже брал в долг у своего друга, потом отдавал я. Доказывайте. Истец предоставила письменное доказательство. Я не понимаю, а что она доказала? Я могу тоже, знаете, прийти в кредит, взять, купить ей шубу, правильно? Ответчик, еще раз, ответчик, еще раз. Истец в этой ситуации доказала, что ею был оформлен кредит. Ну, смотрите, можно я вас спрошу? Можно, слушайте. Вот если я пойду в магазин и куплю ей шубу, да, в кредит, оформлю кредит, куплю ей шубу, то я потом могу прийти и сказать, отдавай ты моя шуба? Ну, наверное, можете, но где вы сейчас найдете судью, который согласится, что вы, взяв кредит, проживая с женщиной, покупаете шубу, потом говорите, вообще-то женская шуба моя. Ну, согласитесь, что есть предположение, что вы купили эту шубу, чтобы подарить. У нас подарки не возвращаются. Но автотранспортные средства относятся к недвижимому имуществу, к особо крупным покупкам и входят в систему раздела имущества. Понимаете, в чем дело? А вы мне не надо тут примера с шубами. Это не очень удачный пример. Это либо подарок любимой женщины, либо вы купили для каких-то надобностей женскую шубу только для себя. Ваша честь, я прошу прощения, а можно свидетеля пригласить? А можно, вы куда-нибудь опаздываете? Нет. Нет, тогда, если вы мне позволите, я договорю в этой ситуации, а потом буду разбираться с вашими свидетелями. Да, простите, пожалуйста. Так ответчик, поясните мне, давайте вернемся к машине. Почему приобретение автотранспортного средства связано с двумя вещами? Тем первое, что именно в момент приобретения данного автотранспортного средства на ваше имя, деньги в виде первоначального взноса по кредитному договору были внесены именно со счета истицы по кредитному договору, оформленной на ее имя. Ну, потому что на тот момент это было правильно, потому что я вкладывал свои деньги в другую. Конечно, правильно. Кредит на меня, машина на тебя. Друг мой потом отдавал ей эти деньги. А зачем нам здесь друг, который должен был отдавать ей деньги? Ну, такие вот, значит, у нас были тогда отношения, такие счеты у нас были между собой. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелистца. Свидетелистца, пройдите. Ваша честь, меня зовут Яковлев Иван Моисеевич. Я, знаете ли, для чего сюда пришел? Я вам сейчас расскажу. Я пришел для того, чтобы сказать тут правду. Действительно, это они сожительствовали Алену вот с ним. Потому что у нас стенки, я же соседи, они у меня. Стеночки тонкие, все слышно. Как они когда любовью занимались, когда они там ругались, когда они там собирались вот в отпуск отдыхать там, чего взять. Это все даже я вообще могу, честно говоря, почти записывал. Это просто интересно было. А потом я ведь человек пожилой, мне делать особо нечего. Я у окна достаиваю, вижу, как они машины приезжают вместе, как они все это выгружаются, какие-то покупки вместе делали. А потом ведь я утром, каждый день этого Альберта встречал. Я уже могу отличить, кто сожительствовал, а кто так просто. Вот у нас у соседа, на пятом этаже, Верка. Так это точно у нее любовник, потому что как муж в командировку, это все понятно. А эти каждый день вместе жили. Я его вижу каждый день. Что ты мне что-то рассказываешь? Ты что? Ну, что ты мне говоришь? Мало ли с тем, что ты служишь вообще? Ну, приходил, ну, спал, да. Что значит, приходил, спал, жил два года. Приходил, спал. Я жил два года. Это ничего не доказывает. Ничего себе. Ну, что ты, что? Я могу к барочке своей ходить тоже каждый день. Ответчик, 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 ответчик. Давайте мне. Я поняла. Ваша честь, у меня тоже есть свидетель, который тоже может доказать, что я сожительствовал с ней точно так же. Не с ней, а не с Алидой. Тоже сейчас придет и расскажет. Не мудрено. Нет, ну, хорошо, я, наверное, послушаю вашего свидетеля, но, вы знаете, вы, наверное, чего-то не понимаете. Я не знаю, чего я не понимаю. Меня не интересует... Подождите, ответчик, ответчик. Третье, четвертое, пятое, шестое сожительство. Чтобы вы сейчас меня поняли правильно. Вы имеете правду с каждой женщиной, если вы считаете, что она ваша сожительница. То есть она даже не в категории... Вы не хотите понять, что вы знаете, категория возлюбленная, любовница, там, я не знаю, любимая же... Как угодно вы ее называете. Я и понимаю, это... Ответчик, как только вы произноете слово сожительство, поймите, это юридически значимый термин. Он порождает определенное обязательство. Я сейчас опрошу вашу женщину, которую вы пригласили. Я сейчас и скажу, что она моя сожительница, она тебе докажет. Нет, кроме одного, она предъявляет претензии к имуществу? Нет, она не предъявляет претензии к имуществу. Я не понимаю, я с ней тоже спал, просто точно так же. Нет, дело в том, что... Ну, простите, ответчик, простите, у нас есть, например, знаете, такие там страны, где у мужчин бывает пять жен. Ну и что, они всех содержат, и что? Я не знаю, там, может, это государственно, то есть, как-то, это зарегистрировано. Да нет, ответчик, вы можете сожительствовать с истицей, еще с одной женщиной, еще с каждой из них иметь совместно нажитое имущество, каждый будет его с вами делить и так далее, и так далее. То есть все, с кем я спал, будут проходить ко мне? Нет, я поэтому говорю, что вы сами-то для себя отличите, пожалуйста. Вот я отличаю, говорю, я хочу позвать свидетеля. Ну, хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля и ответчика. Свидетеля и ответчика, пройдите. Я смотрю, ты опытный, Альфон. Истец, помолчите, пожалуйста, я вас очень прошу. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Я дубовая Галина, и состою с Козловым Альбертом в отношениях уже на протяжении трех лет. И неизвестно о некой Алине, то, что точно у них нет отношений. Простите, пожалуйста, о каких отношениях вы говорите? А совместное сожительство, он всегда остается у меня. Свидетель, скажите, пожалуйста, а что вы понимаете под понятием сожительства? Сожительство – это совместное ведение хозяйства, непосредственно разделение обязанностей, это забота друг о друге. То есть я должна сделать вывод, что вы с ответчиком проживаете на одной жилой площади? Да, он проживает у меня. Проживает у вас, да? А скажите, пожалуйста, проживая у вас, вы принимаете совместное согласованное решение о том, как вы будете тратить ваши деньги заработанные, да, там, что вы будете покупать, куда вы поедете отдыхать, правильно? Совершенно верно. А тогда, свидетель, поясните, пожалуйста, каким образом, если вы проживаете, то есть вы сожительствуете, у вас практически, фактически брачные взаимоотношения сложились, поясните, пожалуйста, каким образом ответчик, как ваш сожитель, отдыхал вместе с истцом? Ну, иногда да, иногда он не приходил ночевать, может быть, там он говорил, что он с друзьями на рыбалку. Нет, вы меня не поняли, свидетель, вы меня не поняли. Еще раз, если вы совместно определяете направление расходования единого бюджета, из того, что сейчас вы сказали, это должна сделать вывод, что из вашего единого семейного бюджета ответчик ездил отдыхать с истцом? Извините, ваша честь, я поясню, на самом деле, то есть у нас бюджет не общий, то есть каждый живет на... Нет, у нас общий бюджет, я просто сказал, что... Ответчик, не перебивайте, пожалуйста. Он мне дарит подарки, он мне дарит подарки, то есть... Кому дарит подарки? Я ей дарю подарки. Альберт мне дарит подарки. Вам дарит подарки. Так есть единый бюджет или нет единого бюджета? У нас есть наш единый бюджет. Ответчик, вы свидетель? Пожалуйста. Если есть единый бюджет, поясните, как из вашего единого бюджета ответчик и истец ездили отдыхать? Точно сказать не могу. Ответчик, я не с вами разговаривала. Ответчик, ну правда, ну я... Мне сложно сказать, ну знаете, как бы, ну как так деликатнее выразиться? Вы зачем всех женщин вокруг сумасшедшими делаете? О, я делаю сумасшедшими. Ну то есть вы хотите мне сказать, что стоит женщина, вы утверждаете, что вы с ней сожительство. И ты к ней приходите и говорите, дорогая моя сожительница, поеду-ка я с другой сожительницей за счет наших с тобой денег отдохну. Почему за счет наших с тобой? Наши там, мои у меня. А наши, это что вы? Наши там, а мои у меня это как? Ну как, что значит наши там? Ну вот наши вместе, это я сказал, почему я не могу сказать? Я сказал, что поеду и поехал. Вот что такое? Мы тоже с ней, не муж и жена. Я тоже могу взять и поехать, куда захочу. А что тут такое? Конечно. Селитель, у меня еще один к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему истец на кредитные деньги, оформленные на ее имя, приобретает для вашего сожителя автомобиль? Вы знаете, Ваша честь, на самом деле я ничего не требую от него. И если кому он сделает предложение, то только мне. Потому что... Так, чистое женское окончание судебного процесса. Я поняла, да, спасибо. Я суд удаляюсь для принятия решений. Далее в программе. Интересно, мальчик еще водитель. Ну вот видите, ну вот как вы можете воспитывать несовершеннолетнюю девочку? Вот скажите мне. Своих заведите и воспитывайте. А уж я пока жива, буду воспитывать девочек. После смерти родителей родной бабушки отказали в назначении ее опекуном двух внучек-сирот. Сможет ли она в суде отстоять свое право на воспитание девочек? Она ни одного дня не работала. Она все время занималась или наркотой, или еще чем-то, или сидела. Нельзя любить двух детей одинаково. Одному родители зачастую уделяют больше внимания, другому меньше. Из-за этой разницы в отношениях иногда происходят убийства. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны истца. И свидетель со стороны ответчика заявленные исковые требования удовлетворяет частично. Суд признает автомобиль общим имуществом сторон, определяет долю истецы в праве собственности на автомобиль в размере одной второй доли. Суд передает данный автомобиль в собственность ответчика и взыскивает с ответчика в пользу истецы денежную компенсацию в размере половины стоимости автомобиля, а именно 445 тысяч рублей. В требовании о разделе кредитных обязательств между сторонами суд отказывает. Суд удовлетворяет требования истецы о признании за ней права собственности на одну вторую долю автомобиля, поскольку спорный автомобиль был приобретен в период, когда стороны совместно проживали и вели общее хозяйство. Истица подтвердила, что автомобиль приобретен полностью на денежные средства, полученные лично ею по кредитному договору. И в данной ситуации, поскольку истец сама заявлял исковые требования на одну вторую долю автомобиля, то суд естественно не может выходить за пределы заявленных исковых требований и вынужден удовлетворить ваши исковые требования только на одну вторую долю. Истец, это, ну вот как вам сказать, если бы вы заявили полностью о признании, не пошли бы по пути совместного имущества, да, заявили бы исковые требования о признании того, что это ваш автомобиль, поскольку за счет ваших кредитных денег он был приобретен, то суда была бы возможность признать этот автомобиль вашим. Но вами заявлена была одна вторая, поэтому суд удовлетворяет исковые требования вами заявленными на одну вторую. Суд отказывает истецы в разделе, имеющихся у нее перед банком долгов, поскольку общие долги могут образовываться только у супругов. Это нормы, четко установленные частью 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации. Истец и ответчик суд огласил свое решение благодарить свидетелей за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворит частично. Следующего своего молодого человека сразу в ЗАГС поведу. Я раньше думал, что остудок штампа в паспорте хоть как-то страхует. Оказывается, нет. И так могут обобрать. Вообще с бабами неизвестно, как связываться. А теперь вернемся в зал суда. Истец Тамара Стаценко подает иск о вселении ее к опекаемым детям в квартиру, собственниками которой они являются. Ответчик Маргарита Михалева против заявленных исковых требований возражает. Я являюсь опекуном двух несовершеннолетних девочек. Михалевой Анны и Михалевой Светланы. 14 и 12 лет соответственно. Опекуном я стала после того, как их родители погибли. Их отец это мой родной брат. Они погибли около года назад в авиакатастрофе. И мне пришлось взять на себя после этой трагической гибели, на себя эти обязанности. Я не говорила. Девочки после смерти родителей унаследовали долю родителей в квартире. Она ранее была приватизирована пополам. И сейчас девочкам принадлежит 11-12-х, а бабушке 1-12-й доли. Но, к сожалению, я не могу исполнять свои опекунские обязанности, потому что их бабушка не позволяет мне вообще приходить даже к девочкам. Она не открывает дверь, она не бросает трубку, когда слышит мой голос, она не отвечает на телефонные звонки. Я не могу никаким образом исполнять свои опекунские обязанности, которые мне предусмотрены по закону. И не могу вселиться в эту квартиру, потому что она мне чинит препятствия. То есть... То есть... Скажите, пожалуйста, а вот в тот момент, когда решался вопрос о назначении опекуна, ответчик претендовала на эту роль? То есть там был определенный спор, да, в выборе о том, кто будет назначен? Ну да, я знала об этом. Но дело в том, что она старенькая, понимаете? Девочка сейчас 14 лет старше Анюта. У нее такой сложный возраст переходный. А бабушка, она просто не в состоянии следить за этим. Я всю жизнь за ним следила. Какое не состояние? У девочек переходный возраст, понимаете? Своих не родила никого, она переходный возраст знает. Не родила, потому что я работаю, понимаете? Так вот и работай. И мне, кстати, пришлось и работу поменять, чтобы исполнять свои опекунские обязанности. У меня сейчас зарплата 12 тысяч. Я не могу снять большую квартиру и забрать девочек себе. Подождите, подождите. Отвечу. Почему вы не даете возможности опекуну заниматься своими обязанностями? Моразм, потому что у нее... Какого маразма? Ваша честь, я 15-й год живу с девочками вместе. Я с пеленок их поднимала, вы понимаете? Кормила, пеленки грязные стирала. Ответчик, ну послушайте. Ну мы же сейчас с вами говорим о детях. Они важны не о том, кто вы правее или истец лучше. Не об этом. Вот скажите, вы считаете, вот как вы думаете, для девочек лучше будет... Лучше с бабушкой быть девочком. Да она не думает. И девочки так же говорят. Подождите, ну кто вас выгоняет из квартиры? Кто не дает вам заниматься их воспитанием? Да вы знаете, как она вздорная женщина. С ней даже зять не мог, брат родной, справиться. Говорит, ну трудный характер. И она вот сейчас поселится, и что она там будет в квартире? Испомнилась обезьянная обязанность. Она еще никто приходит в квартиру и начинает все командовать. Ответчик, истец вам будет помогать. В чем? И вы будете истцу помогать, потому что речь идет о двух сиротах, которым очень тяжело понимать, что они лишились родителей в один день и час. И им нужно поднимать, им нужно помогать, а не выяснять между друг другом отношения. Вы же родственники, господи, вы же не чужие люди-то. Ну, нужно им помогать. Ну, истец будет приходить, даже если она будет жить, она будет работать. Но неужели вот ради интересов детей вы не можете найти общего языка? Я не понимаю просто. Везде меня оболгало. И в органах опеки, и опечительства орет, кричит, что я оборотень. Истец, вы хотите... Подождите, какой оборотень? Вы хотите девочек воспитывать? Очень хочу. Вам придется вот все, что вы сейчас сказали, знаете, подождите. Я не уговорила ее вообще тогда, если пикрой. Да что вы могли меня уговаривать? Истец, вот все, что вы сейчас сказали, в одну кучку собрать, в маленькую табличку проглотить и забыть. И больше никогда на эту тему рот не открывать. Потому что либо вы с ответчиком находите общий язык, либо вы занимаетесь воспитанием людей, либо вы будете вселенной в эту квартиру. У вас конфликтные взаимоотношения, начнут страдать дети, органы опеки отстранят вас от обязанности опекуна, а вас никогда не назначат. И дети уедут в детский дом. Вот чего вы добились? Да нет, не ответчик. А вы вдвоем этого добьетесь. Почему только ответчик-то? Вы вдвоем этого добьетесь. Потому что если дети будут страдать от ваших раздоров, то вы не справились с обязанностями опекуна. А вас никогда не назначат опекуном. И это закончится именно этим. Ну не жаль так тяжело понять, а? Ваша честь, когда произошла авиакатастрофа, и остались дети, я первое, что сделала, сразу хотела оформить опекунство. Мне сказали, вы стара. Да. И не разрешили. Тогда я стала думать, что же дальше делать. Не отдавать же детей в детский дом-то. Но при живой бабушке дети будут в детском доме. Тогда я вспомнила, что есть тетушка, зятя моего сестра. Хоть она и вздорная, но что делать-то? Я еле уговорила ее. Оформить, формально оформить все эти бумаги. У нас бюрократизм кругом. Если бабушка всю жизнь воспитывала, занималась с детьми, с пеленок, стирала, гладила, убирала, в школу водила, в сады и все делала. И до сих пор делает. Она только работает. Иногда приходит базарить. Это не так, это не так, это надо переделать, это надо купить, это старое, ремонт сделать и все такое. Одни команды сплошные. Как плохо она говорит. Ну я же для детей стараюсь. Да и дети, у нас учеба нужна. А вы купили квартиру. Ну посмотрите, ну двух лет у вас в доме одна. Ну как девочкам жить? Они же растут, они скоро мальчиков станут водить. А посмотрите, во что квартира. Ну как нечего. Мальчик водить будет. Интересно, мальчиков еще водиться разрешите. Ну вот видите, ну вот как вы можете воспитывать несовершеннолетнюю девочку? Вот скажите мне. Своих заведите и воспитывайте. А уж я пока жива, буду воспитывать девочек. Все, я вас послушала, мне все документики на стул, органопейки, пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь. Эта ситуация относится к категории однозначной ситуации и вариантов никаких других не может. Я уже объясняла женщине. И Маргарита Васильевна, она зарегистрирована постоянно в этой квартире и является частой владельцей доли в этой квартире. Она будет жить в этой квартире. Тем более девочки у нее ухожены. Мы не имеем к ней никаких претензий. Материально она обеспечивает, потому что у нее однокомнатная квартира в Рязани. Она сдает ее в найм и, соответственно, имеет от этого доход. И законного опекуна Маргарита Васильевна тоже в дом пускать нельзя. Это недопустимая ситуация. Вы вынуждены вместе. Вы так фактически занимаетесь. Вы живете, стираете, чистите. Она приходит, приносит деньги, потому что она официальный опекун и получает на детей. Вы все равно это делаете вместе. Просто вы постоянно ругаетесь. Вам нужно прекратить вот эти распри. Вы родные люди, понимаете? Вы мать погибшей матери девочек. Вы, она, сестра погибшего отца. Вы близкие, родные люди. И в ваших интересах воспитать девочек. Здоровых и уменьких девочек. Вам нужно объединить свои усилия, а не расходиться в скандалах, понимаете? У вас нет выхода другого. Или будет выход вот такой, какой сейчас сказал судья. Дети в детдом, а вы ругаетесь до конца дней своих. Сколько вам лезет. Я считаю, Ваша честь, что законного опекуна нужно допустить к детям, потому что она несет юридическую ответственность за этих детей. Она должна проживать с ними. А Маргарите Васильевне нужно пересмотреть свою позицию, чтобы это все не закончилось очень плохо. Учитывая ваш возраст, надо пожалеть и девочек, и ваше здоровье. Они хотят с бабушкой жить. Они любят бабушку. И бабушка должна беречь себя. Суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Она ни одного дня не работала. Она все время занималась наркотой или еще чем-то. Или сидела. Все мы родом из детства. Так сказал один классик. Но большинство родителей зачастую не задумывается о том, что посеянное в детстве может дать в будущем страшные плоды. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, обратив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и приобщив его заключения к материалам дела, рассмотрев все представленные документы, заявленные исковые требования, удовлетворяет и выносит решение о вселении опекуна в квартиру, где проживают подопечные дети, на период исполнения опекуном своих обязанностей. Суд вселяет в квартиру опекуна детей, так как опекуны и попечаемые, и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными в соответствии с правилами части 2 статьи 36 Гражданского кодекса Российской Федерации. Опекун детей вселяется в квартиры на период выполнения обязанности опекуна и попечителя, то и до достижения младшей девочки своего совершеннолетия. Когда младшая девочка ставит совершеннолетние обязанности, в данной ситуации у вас уже вместо опекунства, если все будет нормально, вы будете уже назначены попечителем, то есть обязанности попечителя будут прекращены, и следовательно вы обязаны будете из квартиры выселиться, поскольку ваше вселение связано исключительно и только с исполнением обязанности опекуна. В данной ситуации также, если вы будете отстранены от обязанности опекуна по отношению хотя бы к одной из девочек, это то же самое может повлечь за собой, что вы будете из квартиры выселены. Это понятно вам, истец. Отвечек, я надеюсь, вам тоже все понятно. Я благодарю представителей органов опеки и попечительства за то, что вы не остались равнодушными к данному рассматриваемому делу. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что я добилась своего, и теперь смогу поселиться в этой квартире. И мне не придется сниматься теперь жильем. Я буду тщательно следить за Тамарой, чтобы она не бежала у моих девочек. А теперь вернемся в зал суда. Истец Виктория Казакова без определенных занятий и места жительства. Недавно вышла из мест лишения свободы. Хочет стать со собственницей квартиры матери. Ответчик Людмила Павлова боится подпускать старшую дочь к младшей. Моя мать приватизировала свою квартиру на себя и на свою младшую дочь. Я являюсь ее старшей дочерью. И как бы меня она просто вычеркнула из жизни. Я отсидела срок. У меня был достаточно сложный период в жизни. Она именно воспользовалась моим сложным периодом жизни. И приватизировала квартиру на себя и на мою младшую сестру. Моя младшая сестра, у нас с ней 12 лет разница, у нас разные отцы. Но она испортила мне вообще всю жизнь. Она постоянно... Вернее, у нас с ней не было никаких взаимосвязей. Но моя мать постоянно уделяла ей внимание. И постоянно... То Яну отвезут в детский сад. То Яну еще куда-то повезут. Все. Мне внимания никакого. Вообще никакого. То есть, куда я пошла, с кем я пошла. Никакого интереса личного. Я считаю, что мои права нарушены. И думаю, что нужно... Чтобы у меня было право на мою часть квартиры. Я хочу, чтобы у меня было право на то, чтобы въехать обратно в свою квартиру. То есть, если я правильно поняла, то в отношении вас состоялся приговор. Вы были признаны виновны в совершении уголовно наказуемого деяния. Да, так есть. Да, вы судились. А? Вы судились у нее. Ну, в данном ситуации... Это еще не важно. Я пытаюсь выяснить, как вы смогли приватизировать квартиру просто. Почему? Потому что истец, поскольку был приговор суда, дальше все зависит от родственников. Согласитесь, что либо родственники получают приговор суда и обращаются в управляющую компанию, в ДЭЗы, не важно. Тот, кто рассчитывает коммунальные эксплуатационные платежи и просит снять с регистрационного учета. Потому что в этом случае не начисляется, поскольку человек не проживает, не пользуется, не идет начисление коммунальных и эксплуатационных платежей. Но есть родственники, которые этого не делают. То есть, они не сообщают о том, что был приговор суда, что человек осужден и не пользуется этим жилым помещением и продолжают платить. То есть, в этой ситуации, если я правильно понимаю, как раз первый вариант, когда истец была снята с регистрационного учета. Да, она была, я ее сняла с регистрационного учета. Но при этом у нее право пользования сохранилось же, правильно? Оно не прекратилось. Она была снята с регистрационного учета, что говорит о том, что истец в это время, конкретно в этой квартире, не проживала. Она сидела в это время, когда я приватизировала. Я понимаю, не проживала. Нет, не проживала. У меня тогда вопрос, как вы смогли приватизировать квартиру на себя и на вашу младшую дочь без истца? Расскажите мне. Это очень легко было сделать, потому что моя дочь, она замужем на тот момент была. Младшей вы имеете в виду? Моя старшая дочь Вика, она была замужем на тот момент, когда она села за убийство, кстати, своего ребенка. После этого. Своего, простите, кого? Ребенка, она родила ребенка, в наркотической дуре этого ребенка, задушила, так, подушечкой, чтобы не мешал ей кричать. После чего ее, естественно, посадили. Первый раз, кстати, я не знаю, важно это или нет, ее посадили за то, что она избила свою сестру, при том, как, до больницы. После чего в этой вот, она мне все обвиняет, что я ее посадила. Ее не я посадила, просто непосредственно органы опеки поинтересовались, что четырехлетний ребенок избит до переломов. После чего первое ее дело, второе дело, вот, убийство собственного ребенка. 10 лет в общей сложности. И когда я пошла вот эти все документы оформлять, как ее там и что мне сказали, она замужем, у нее там есть площадь, площадь ее мужа. Почему она не хочет жить там, я не знаю, почему она хочет со всей вот этой вот наркотой прийти ко мне и жить в этой квартире. Почему? Я вот этого не могу понять. Ваша честь, мне кажется, то, что моя мать не очень понимает, почему так получилось. Она вообще мне никакого внимания не уделяла. Просто, просто забила на меня. И неудивительно, что мне так сложилось в жизни, то, что я, да, я сожалею, был промах, то, что я убила своего ребенка. Простите, вы это промахом называете? Я не лучшая мать. Это не промах, это поступок. Это промах, вот. Это поступок, но я очень сожалею. Я была в реабилитационном центре и я действительно сожалею. В тюрьме ты была, а не в центре. В тюрьме, в реабилитационном центре. И вылечилась, и я думаю, то, что я изменилась и пересмотрела свою точку зрения на жизнь. Прошу, истец, давайте по-другому. Вы не понимаете друг друга, если вот как бы я могу судить о том, что я услышала. То есть вы считаете, что ваша мама ради второго ребенка вообще забыла о том, что у нее есть вы. Ваша мама считает, что это ваши какие-то фантазии и абсолютно никакого отношения к действительности не имеет. Но мне кажется, что эту задачку вы будете решать еще очень долго. Долго. Я сейчас не смогу ее за вас решить. У меня к вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста. Я понимала, понимаю, да, могла бы понять, что если бы одна третья, которую вы просите признать за вами право собственности, на одну третью, она бы составляла, ну знаете, там речь бы шла, там, дом на 1200 квадратных метров. У нас двухкомнатная квартира маленькая. И одна третья это что-то такое, вот понимаете, большое. Но это на самом деле, по документам это всего двухкомнатная квартира. Поэтому я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот одна третья доля, которую вы просите признать, это еще один способ наказания вашей мамы и сестры? Да, это именно так? Нет, это не так. А зачем тогда вам нужно? Я просто, у меня нет другого выбора. Я, если я могу переселиться в квартиру доля мужа, вот у меня умер муж, и мне отходит доля квартиры. Но я не могу туда вселиться, потому что туда претендует еще несколько человек. И мне сказали то, что меня могут зарезать, если я буду претендовать на это. Ну, претендовать на это. Что вы, что с вами сделаете? Зарежут ее. Зарежут, зарежут. Она мне вот тоже все время объясняет, что ее зарежут. Зарежут просто, а там наркотический притон. Там просто, если я обратно туда попадаю, я опять пойду по кривой дороге. Ну, то есть... Ваша честь, это родственники ее мужа, с которыми она жила много лет. Жила с ними замечательно. Ну, я не хочу измениться. А теперь вот она говорит, она не хочет с ними жить, потому что она хочет со всей этой наркотой прийти ко мне в дом. Я не хочу со всей этой наркотой. Ты ей просто не даешь шанс. Ты просто не даешь шанс. Она ни одного дня не работала. Она все время занималась или наркотой, или еще чем-то. Или сидела. А сейчас 14-летняя девчонка, которая просто вокруг нее ходит кругами. Она ей безумно интересна, потому что, ну, как сестра из тюрьмы вернулась. Она ее 10 лет не видела. Я просто боюсь, что у меня вместо одной наркоманки будет две скоро. Поэтому я категорически против, чтобы она жила у нас в доме. Пусть она продает эту долю, пусть она где-то снимает. Я не хочу. Может быть, я плохая мать, действительно, но я боюсь за свою вторую дочь. Я очень боюсь за свою 14-летнюю девушку. А что произойдет? Наркоманкой она станет. Наркоманкой она вот такая дурная всегда. Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, это тоже же ваша дочь, правда? Это моя дочь, я не ответила. Это моя дочь, которая посадила свою собственную дочь. Да никого я тебя не тянет, не я тебя посадила. Истец, скажите, пожалуйста, а вот вы когда говорите, меня мама посадила, это как выглядит, что мама вас взяла за руку, отвела в наркопритон, потом взяла из этого наркопритона и отвела вас за руку в тюрьму, что ли? Скажите, что ты же посадила? Она за свою дочь, дети дерутся. Дети иногда дерутся, и если что-то не получается, они могут дать по голове. Знаете, истец, я себя плохо представляю, как вы говорите, дети дерутся, но я могу представить, знаете, дети дерутся, погодки дерутся, да? Ей 16, то и 4. Да, 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 когда вы мне хотите сейчас сказать, что дети дерутся, когда ребенку 4, а вам 16, то я не могу это дракой никак признать. Но это не дерутся. А что вы? Потому что ребенок в 4 года заведомо слабее, чем девочка в 16, понимаете? Ваша честь, это органы опеки начали это дело, не мы, потому что нам надо было как-то объяснить, почему у ребенка сотрясение мозга, почему поломаны ребра. Отвечек, отвечек, отвечек. Я просто говорю, ну вот истец, вы же, я, суд же ориентируется только и задает вопросы ровно там, и ровно настолько, насколько вы произносите слова. А не потому что мне очень сильно, знаете, там, любопытно узнать подробности вашей жизни. Ваша честь, а зарегистрировать ее на площади мужа нельзя, умершего? А кто у нас? Только в принудительном порядке невозможно. Да, просто хочешь моей смерти. Ну хорошо, ну а как же тогда вот мне быть? Вот у нее, да, есть права на эту площадь, а мне вот как быть? Как мне быть с 14-летним ребенком, со своим, с Яной, да, и вот с этой вот наркоманкой в одном доме? Вы понимаете, предположить, что вы можете, чтобы я могла сказать, что договоритесь между собой, продавайте квартиру, ухудшайте заведомо условия своей жизни, вам однокомнатную иститься комнату в коммуналке. У нас замечательная квартира, это две комнаты в коммуналке. Ну, не совсем, как вы будете смотреть и где, но я поэтому и сказала, заведомо ухудшая ваши жилищные условия, либо вам придется продавать без одной трети. Я все понимаю, но почему все защищают права наркоманов, наши никто? Нет, не так, у нас жилищные права, кодекс состоит из 167 статей, я не писала этот кодекс. Если вы хотите знать мою точку зрения, у меня очень много вопросов к этому жилищному кодексу, очень много. Но это закон. И раз он есть, этот закон, то и следовательно, все решения выносятся в соответствии с этим законом. А что решил суд? А? Значит, наш вариант только один, это продавать квартиру, единственный вариант избавиться вот от этого, у себя в доме? Подождите, употребляйте, пожалуйста, выражение, избавиться, не избавиться, это не моя, это не мой ребенок, это ваш ребенок. Я просто говорю, что наиболее приемлемый вариант, иначе ситуация такая, что истец... Еще раз, поймите, пожалуйста, быть зарегистрированным и иметь право пользования, это две разные вещи. Понимаете, о чем я говорю? И когда человек снимается с регистрационного учета, это могут быть разные обстоятельства на самом деле. Но человек просто уезжает на другое место работы, он снимается с регистрационного учета или не снимается. Могут платить за квартиру, не могут платить, да, и уезжает. Или там, например, там требуют, чтобы там была регистрация по новому месту работы. Но и право пользования у него сохраняется. А у нас жилищный кодекс принят в одно время, а закон о проведении приватизации в другое время. И в законе о приватизации жилищного фонда Российской Федерации четко указано, что на участие в приватизации имеют граждане, имеют право те граждане, которые имели право пользования к моменту приватизации. Но ее не было, она была в фильме собственной. Нет, вы опять, ее не было. Вы путаете регистрацию с правом пользования. Это раньше в советские времена был совершенно жесткий порядок. Что если человек осуждался, раньше было понятие прописки. Если человек осуждался, все, он терял прописку и потом должен был ее восстанавливать. У нас сейчас нет прописки, у нас сейчас есть с вами регистрации. Помимо регистрации есть право пользования. То есть у меня есть полное право. Истец. Полное право. И ответчик суд удаляет о принятии решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение о вселении истецы в квартиру. Суд признает частично недействительным договор передачи жилья в собственность в порядке приватизации и включает истецу в число сособственников по договору. Суд вселяется истецу в квартиру, поскольку с 23 июня 1995 года за лицами, выбывшими в места лишения свободы, сохраняются право пользования жилым помещением. Это было установлено постановлением Конституционного суда Российской Федерации 23 июня 1995 года. Снятие истецы с регистрационного учета по месту жительства, то есть то, что мы раньше называли с вами выпиской из квартиры, не лишало ее права на жилую площадь в квартире, и следовательно вернувшись из мест лишения свободы, она была вновь зарегистрирована в данной квартире, для чего в этой ситуации согласие ответчика не требовалось. По этому основанию истиция подлежит вселению в данную квартиру и постановке на регистрационный учет. Понятно, ответчик? Понятно. Истиция ответчика, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Какая бы я дочь ни была, я все-таки имею право на квартиру. Теперь, чтобы выделить ее долю, мне надо продавать квартиру. Я не буду снижить у нее. Продолжение следует...